Россия после блокирования своих больших грузов на украинских трассах может ограничить передвижение по своей территории всех видов транспорта с Украины. Ответный запрет на фуры уже действует. Сейчас надежда на консультации по линиям МИДа и Минтранса. Об истоках дорожного противостояния Александра Черепнина. Без документов и полномочий, просто с жезлом в руках, они тормозят фуры еще на подъезде к границе. Блокпосты там, где сами решили. Машины вынуждены парковаться на обочине или прямо на проезжей части, выстраиваясь друг за другом на протяжении километров. Акция бессрочная. Хлопцы будут стоять столько, сколько нужно. Чтобы было ясно без слов, что за хлопцы командует на импровизированном пропускном пункте, среди украинских флагов еще один, запрещенного в России правого сектора, чей почерк узнаваем в деталях. Георгиевские ленты на бортах больших грузов тут же закрашиваются в желто-синий. Задерживаются фуры только с российскими номерами. Вы белорус? Точно? Благодарю. Мы лично вас не задерживаем. Мы задерживаем фуры с российскими номерами и товарами. До того, что среди этих товаров есть оплаченные европейскими компаниями, от задержки груза в пути они могут понести большие убытки, здесь никому дела нет. Понимаю номера. Ну, все ясно. Вас грустно? Ну, понятно. Ну, опять же, мне нужна охраняемая стояга. Я не могу, но обучусь. Проезд для наших фур блокируется четвертые сутки. Пропускные пункты вдруг появились на территории 10 областей, граничащих и с Россией, и с другими странами. По последним данным, на территории Украины задержаны более 100 грузовиков. Еще около пяти сотен машин не могут въехать туда из Европы. Что будете делать, если неделю замет это все? Посмотрим, стоять будем. Организаторы акции требовали от украинского правительства одного. Закрепить самопроизвольный захват дорог законодательно. То есть вообще закрыть проезд российским грузовикам по украинским дорогам. В местном Кабмине сначала делали вид, что вообще ничего не происходит. Потом объявили, на заседание все же соберутся, ближе к вечеру. А затем с заявлением вдруг выступил премьер Яценюк. С решением, видимо, так спешили, что приняли его даже раньше обещанного срока. Украина временно приостанавливает действия транзитных разрешений, выданных для грузовых автомобилей с регистрацией в Российской Федерации, что влечет за собой временное прекращение транзитных перевозок грузовыми автомобилями Российской Федерации по территории Украины. Мы требуем от России безотлагательно выполнить требования ВТО возобновить транзитное движение украинских автотранспортных средств. Обвинить во всех своих бедах Россию, вместо того, чтобы решать проблемы внутри страны, для украинского правительства, похоже, становится традицией. Радикально настроенные группировки диктуют свои законы, которые местным властям остается только закрепить на официальном уровне. Сложившуюся ситуацию сегодня прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это абсолютно противоречит нормам международного права, принципам международной организации, которая занимается международными перевозками. Безусловно, это абсолютно возмутительно, когда при попустительстве властей на Украине подобный беспредел творится в отношении наших перевозчиков. Ситуация обсуждалась и на совещании Дмитрия Медведева с вице-премьерами, где говорили в том числе и про то, кто на самом деле диктует на Украине все правила и законы. Насколько я знаю, какие-то сумасшедшие пытаются останавливать наши большегрузные машины. Как обстоят дела на территории Украины и какие меры предпринимаются для разрешения ситуации там и в случае необходимости ответные шаги, какие предпринимаются у нас. В настоящий момент установлено порядка ста фур. Российские водители находятся под угрозой применения оружия. Кто этим занимается? Это незаконные вооружённые формирования или же это какие-то украинские силы? По сути, это группировки, связанные с правым сектором. Бандиты, то есть? Да. Минтранс проинформировал украинскую сторону о том, что мы также будем останавливать сыру украинских перевозчиков. И мы начали это делать. Мы с вами понимаем, за всё, что происходит на территории Украины, отвечает украинское государство. Власти на Украине нет, или, иными словами, у власти находятся вот эти экстремистские группировки, которые либо подчинили себе государство, либо, во всяком случае, государство на них никак не реагирует. Это безобразие, это нарушение всех международных правил перевозки. На это нужно адекватным образом отвечать. Эти ответные меры, которые были приняты для того, чтобы побудить украинскую сторону с этой ситуацией разобраться, дополнительные контрольные полномочия, необходимо использовать в настоящий момент в отношении всех видов транспорта, которые двигаются с территории Украины. Потому что, если они не способны навести у себя порядок, то мы вынуждены будем на это соответствующим образом реагировать. Надеюсь, что в ближайшее время ими будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы восстановить нормальный грузопоток. С такой оценкой происходящего на Украине, как ни странно, сегодня согласился и глава украинской фискальной службы, назвав, наконец, вещи своими именами. Где-то на трассах происходит блокирование общественностью, волонтерами или какими-то ангажированными людьми. В реальности это преступление. Это не позволяет нам, как стране, выполнять международные обязательства. Украинские дороги в качестве транзитного пути в Европу и обратно российские дальнобойщики стали выбирать чаще именно в последнее время. В начале февраля свои дороги для наших грузовиков закрыла Польша, после того, как Москве и Варшаве не удалось договориться об обмене квотами на грузоперевозки. Самым популярным объездным маршрутом было Закарпатье. Теперь нашим большегрузам снова приходится выбирать пути объезда. Один из них – белорусско-литовская граница, которая к такому наплыву фур оказалась не готова. Там огромные очереди. Мы уже с утра где-то метров пятьсот, часа четыре. С Калининграда, по Москву. В очереди отстояли сутки где-то. Ну да, Закарпорт, все в одну очередь идут до терминала. Как заявили сегодня в нашем Минтрансе, об отмене запрета на движение украинских грузовиков по российским дорогам речь может идти только когда Украина обеспечит проезд нашим фурам по своим дорогам. Без всяких препятствий. Александра Черепнина, Анна Ток, Павел Петров, Первый канал.